ну ну что привет мои дорогие подписчики сегодня у нас по ванной гуляет такая милая очаровательная особа это зеленый питон посмотрите на эту мордаху на этот взгляд периодически змеем нужно давать возможность прогуляться кто-то поступает кто-то так не поступает кто-то держит только в контейнерах только в террариумах и специальная стена на которой они вылазят но естественно под присмотром чтобы понимать насколько змея ручная достаточно к ней поднести руку этого обычно делать не стоит потому что если не знать насколько змея ручная она может сапнуть в целом зеленых питонов характер достаточно скверны так вот у нас милашка расположилась но данная мадам ведет себя прилично они достаточно цепки потому что в основном перемещается на деревьях не сказать что они особо перемещаются так как они любят зависнуть на одном месте кстати кстати вот это похоже на охоту она мадам наша голодная видите он хвостиком перебирает она а заметьте размер цвет хвостика кончик видите бирюзового цвета то есть он водит за вперед они любят еще их сворачивать как сказать имитировать движение червей чтобы птичка пролетая мимо обратила на него внимание захотела напасть а при этом наша добрая мадам ее употребила бы в пищу вот в общем они такими движениями но сейчас пока движение притихли видимо на воду успокоилась касательно кстати окрасов окрас у них очень разные когда они рождаются они имеют ярко-желтую или ярко бордово-коричневую окраску но немножко вот и они прям очень сильно бросаются в глаза и с течением времени окрас начинает меняться вот он они начинают зеленеть поэтому их называть зеленые питоны это в принципе их можно отнести к более привычным для людей ковровым питонам по телосложению по форме мордашки давай устраивайся поудобнее вот но они как правило меньшего размера они более более требовательны к условиям им нужна влажность линьга у них получается достаточно тонкая и зачастую она рвется ой гляньте какая красота если к ней они очень не любят когда им прикасаются к голове но есть это делать очень мягко аккуратно чтобы они так фокусируемся чтобы они не боялись что хотят причинить вред то они спокойно это воспринимают привет гляньте какая красота их безумно обожают за их форму головы вы просто посмотрите вот фотографии зеленых питонов это одно из самых больших удовольствий в созерцании змеиные эстетики сейчас пытаюсь фокусироваться тяжело одновременно снимать и следить за этой мадам заметьте еще цвет языка он как это черновато фиолетовый их кстати достаточно сложно даже с такой гладкой поверхности снять его гляньте как прям мышцы напряжены потому что ванна гладкая и чтобы держаться но нужно прям очень сильно держаться нужно очень прям сильно сжимать мышцы попробуем ее поднять давай ну-ка пустим чуть ниже среди до сих пор напряжение они достаточно долго могут не расслабляться вот и сохранять форму но на этот на ветках они сидят совсем по-другому они скручиваются скручивается в очень замысловатую форму такую они как аккуратно укладывают себя на фокусируемся фокусируемся о ну кстати 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 может быть мы это сейчас и увидим хотя нет обычно начинает ползти скажем так они вкладывают вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот и может очень аккуратно устроиться то есть принципе если мы отсюда уйдем на долгое время оставим нашу мадам как это распоряжение самой себе то когда мы придем мы можем увидеть ее удачно расположившийся я думаю я попробую так сделать и есть это получится обычно правда это хорошо получается на ветках но мало ли вдруг вдруг это может получиться и в ванной сейчас мы уйдем для безопасности соседей туалет мы унитаз мы закроем чтобы она не дай бог не собралась по канализации к ним вот знаете страхи очень многих людей на я за ней могу наблюдать почти бесконечно а вы в глаза всмотритесь это просто как планета зрачок расширяется сужается мне безумно нравится именно ее такая гранулированность головы и то что многие думают а это зубы не это не зубы сейчас ах видимо скажем так если канал пойдет хорошо придется приобретать стабилизатор представьте вот так вот увидеть такую красотку смотрящего угла посмотрите какая прорисовка это же каждая часть каждый кусочек природы для чего-то был сделан и заметьте спокойно может позировать среди как как круто когда эта красотка у вас перемещается на стене на которой у вас как идет имитация деревьев и она медленно движется медленно о на было сразу с этого ракурса подходить заметьте нижние часть чешуи абсолютно белого цвета верхняя зеленая границы желтый что вы переход был достаточно но не настолько явно в какой-то степени маскировочная окраска интересно какое количество людей у нас в россии содержит этих прекрасных существ было бы интересно если в комментарии оставляли кто содержит и со временем можно было бы собрать небольшое сообщество так как глубоко нами уважаемый док насколько я понял полностью сократил всю свою коллекцию зеленых питонов а это было очень крутой заводчик ну скорее всего может быть есть просто я особо с ним знаком но у него прям очень шикарные виды были очень шикарные особи точнее сказать вот они очень было немало и возведения их вот и очень здорово когда такие люди есть потому что покупалось все из европы и он имея свои знания давал возможность другим людям пользоваться результатами этих знаний наверно пойдем будем сворачиваться кушать мне хочется эту малышку оставим здесь дверь прикроем и спустя время посмотрим к чему в итоге это придет уложится ли она у нас повода поудобней глядя просто застыла практически и сидит или захочет куда-нибудь уползти